Сегодня я выложил у себя в телеграме информацию про новый аромат, относительно новый 22-й год. Новинка 22-го года это Мансера тонкая кола. Аромат, который многие ждали. И меня он не разочаровал. Но мне интересно твое мнение. А знаешь, почему интересно твое мнение? Потому что я думаю, что это не твоя история, не твой аромат. Но вдруг я ошибаюсь, во-первых, мне поэтому интересно. А во-вторых, даже если это не твоя история, ну как ты его оценишь? Давай попробуем. Так, ролик, кстати, с обзором на этот аромат у меня на канале. Можешь оценить пока флакон. Что это значит? Нормально. Какими-то конфетками. Прикинь, у меня есть две ассоциации. Они как бы параллельны, как будто бы то одна, то другая. Вот одна ассоциация, это как раз такие вот типа монпансье. Ну, конфеты. Дюшест это же тоже как монпансье. Ну да. Но здесь скорее прям такие маленькие карамельки с лимонным кисленьким вкусом. Это вот одна ассоциация. А я не помню. Дюшест помню больше напиток, чем карамельки. Нет, они же были все сосучки. Там полет, взлетные, там эти буратино. Сосучки. Сосучки, да. Сосучки. Ну вот они вот прям чувствуются очень сильно. А вторая ассоциация действительно есть у меня с ароматом кока-колы. Вот когда открываешь холодную-холодную кока-колу, прям холодную, тогда с дымком она открывается, но при этом она ванильная и туда тоже выжато немножко лимона. Такая кисленькая нота поверх сквозит. Ощущаешь что-то такое здесь? Ну, может быть, да. Вот у меня как бы эти две ассоциации, они играют друг с другом. То одну я больше слышу, то ту, вот как сейчас написала Инна. Это вкусный запах? Это унисекс. Ну, не мое, конечно, но интересно. Я просто знаю тебя, поэтому я могу сказать, какой аромат твой. Неожиданный такой аромат. Но интересный. Тебе нравится? Интересный. Ну, серьезно? Нравится, да. Если бы я пришел к тебе в таком аромате... Ну, я бы удивилась. Я обязательно спросила, что за запах у тебя. А мне нравится. Ты бы удивилась, что он женский, что ли? Нет, просто он какой-то необычный. Говорю, какими-то конфетками пахнет. Ну, а какие еще у тебя ассоциации? Ты вдыхай, ты за мешок схватилась. Отдай мне мешок. Мне нравится. Ну, жванький мешок. Ну, он позитивный или грустный? Да, почему грустный? Он конфетками позитивный. Хорошо. Солнечный очень такой. Он молодежный или старперский? Ну, не молодежный. Он как бы звучит недешево, поэтому это не молодежный. Я понимаю твою ассоциацию, да? Либо это какая-то молодежь такая зажиточная, да? Ну, дело тут даже не в зажиточности. Просто, мне кажется, молодежь, она в принципе какие-то другие запахи носит, потому что, ну, это какой-то более взрослый запах. И он звучит недешево. Ну что, давайте сделаем вывод такой. Невзирая на простую ассоциацию в виде карамелек-сосучек, аромат звучит недешево. Вот это, кстати, удивительная вещь, да? Ассоциативно. Ты говоришь сосучки-карамельки, и, казалось бы, карамелька это что-то дешевое такое, несерьезное, но при этом ты говоришь, аромат звучит серьезно и недешево. Вот в парфюмерии такие вещи часто сочетаются, когда ассоциативно что-то простое, но по восприятию совсем непросто. Вот, позитивно, не совсем молодежно, по мнению Инны, хотя мне кажется, что вполне на молодых парнях это будет хорошо смотреться. И абсолютно унисекс на мой нос. Я это вижу и на мужчинах, и на женщинах однозначно. Я даже не в том смысле, что на нее будет плохо смотреться, мне кажется, просто им в голову не придет таким запахом пользоваться. Ну, это если, знаешь, прям вот сильно стандартный образ молодого человека, который пришел... Ну, молодежь, она склонна к каким-то вот... Ну, сейчас... Знаешь у меня сколько молодежи подписчиков? Сейчас они тебе напишут. И правильно сделают, я на вашей стороне. Подожди, давай мы определимся, кто такая молодежь. Давай. Вот я сейчас, говоря про это, имею в виду лет так 18-20 совсем молодежь. Мне кажется, что... 30 лет это тоже молодежь, но это уже более зрелые люди, которые более-менее как-то знают, что они хотят и как-то они себя более-менее ощущают. Ну, я с тобой как бы вот в этом смысле согласен. Вот зашибись. Начали про парфюмерию, закончили про то, кто является представителями молодежи, а кто нет. Но, на мой взгляд, это и 18-летнему нормально подойдет. Мне так кажется. Я же не говорю, что не подойдет. Мне кажется, что они бы его не выбрали вот так. Не думал я, что эта посиделочка закончится легким скандальчиком. Вообще-то, по нынешним стандартам, мы тоже молодежь с тобой. Ну, это все старики так придумывают. Это вообще-то Европейский Союз придумал, а не старики. А Европейский Союз, знаешь, сейчас там не чета, если учитывать веяние современной. Тебе устал сегодня или не могу? От меня? Я сейчас домой пойду. Давай, далеко пойдешь от меня, слишком далеко идти. Больше не приду к тебе. Хорошо.